И всем привет ребят, с моим Старбаком я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня вместе с вами мы выкатим лютейшую имбу 2020-2021 года Страйкер, который разваливал все, что движется в нашей игре в то время Это конечно же Страйкер с уранчиком, с легендарнейшим устройством Если ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше На три миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике Устанавливать ему личный такт, тактимпэ, дальше оформлять покупку в магазине Ну и заполнять форму, которая есть в описании Что же касаемо нашего урана, на чем мы его сегодня выкатим Выкатить я его хотел бы сегодня с корпусом Хантер Было у меня изначально желание скатать на Викинге Но потом я подумал, что давайте мы лучше попробуем сегодня Хантера По дрону, либо бустер, либо гиперион здесь лучше всего подходит Давайте попробуем сначала с гиперионом Если вдруг надо будет чуть больше нам урона А нет, нам нужен дополнительный урон, чтобы у нас был ваншот средних танков Поэтому мы берем бустера Вернее не средних, а легких танков Ну и там по среднему тоже, по бездашному будет очень вкусно лететь Ну и отправляемся в мой любимейший режимчик TDM Посмотрим, что у нас получится в рамках TDM По идее, должно работать все просто великолепно Ну а вы в комментариях не забывайте тоже предлагать какие-нибудь интересные устройства На обзор будем тестировать, будем смотреть Будем обозревать подобного рода Can-T-T-Check Поэтому пишите Ну а мы пикаем TDM Надеемся на то, что сейчас нам какую-нибудь вкусняшку даст Матчмейкинг И попробуем максимально жестко нашу комбинацию реализовать Запикивает меня на Иранчик На фулл сос Иран Потому что остается всего лишь 30 килов до конца Это можно сказать нам запикало в бой Чтобы я немножко размялся на страйкере Ну и потом уже сыграл еще одну полноценную катку на этом вооружении Что касаемо Урана То есть в чем его механика Она абсолютно ничем не поменялась Только единственное, что за это время поменялось Это скорость ракеты То есть теперь сама ракета летит на Уране побыстрее За счет того, что она летит быстрее У вас есть возможность даже на большой дистанции Четко попадать по противнику То есть если я раньше с медленным страйкером с Ураном мог попадать через всю карту То сейчас с таким страйкером и с такой скоростью снаряда попадать Стало значительно-значительно проще Ну и вот 3000 урона стычки у нас также суперэффективно работают Начиная здесь с ДДшки, конечно, это неграмотно Особенно когда наш респ полностью выносит противники Но когда хочется быстро накидать урона То, понятное дело, ты будешь уже в моменте начинать и с ДДшки Так, по шафту здесь урончик накидываем Но респит нас довольно плотно здесь У нас команды как таковой нету Если посмотреть по счету, то у нас тут прям лютый развал от противника происходит в рамках этого боя Ну, сейчас бой закончится И тогда уже с новой каточки попробуем Все это дело по вкусненькому реализовать По урону вроде как залетает очень даже неплохо Если еще это будет по безрезисту Все дело работает, то я думаю, что будет вообще супер бомбово Попробуем успеть прожать овердрайв Успею ли? Да, успеваю прожать еще овердрайв по противнику Ну и поражение в рамках этого боя залетает Я даже, если честно, не успел тут и звезд никаких заработать Поэтому пикаем еще одну катку Ну, в принципе, доиграв эту катку, я надеюсь на то, что меня сейчас точно запикнет в новую Именно поэтому я решил остаться в той каточке Зная, что она, во-первых, быстро закончится Во-вторых, что будет шанс сразу попасть в новую Ну и надеемся на то, что меня сейчас быстро закинет Я пока еще могу по-быстренькому забрать здесь заданки Нет, не успеваю ничего не забрать Он уже запикивает в какую-то каточку интересненькую, надеюсь Надеюсь в интересик Ух, запикивает меня на парму Блин, ну на парме, конечно, тут бы ареса бы страйкера Можно было бы очень вкусно реализовать По респам запуская шареллы Но корпус уже менять не будем Будем пробовать именно этот корпус реализовать Ну и я смотрю, что здесь у противников Большое количество гауссов Поэтому, возможно, мы сейчас еще от гауссика как раз таки резистик возьмем Шафт гаусс по 3000 урона просто с ракетки у нас залетает Супер контентовый урончик, если честно Да, ну и вот с таким полетом ракет тоже максимально комфортно и приятно играть, если честно Так, по киллам у нас пока что 7 на команду уже Старт неплохой Заряжаем еще 3000 урона Просто ваншот легких танков Ваншот легких танков Ну вот резист, конечно, я ваншотнуть здесь не могу Так, ну и Порезу, что мы можем взять Давайте немножечко еще пока что Не буду торопиться меняться, да Оставлю еще пока что этот резист Сейчас чуть-чуть у нас время пройдет Противник может быть там что-то тоже попереодевает, поменяет Тогда можно будет уже полноценно переодеться под оппонента Так, ну здесь ваншоты Ну ладно, нет, не могу я страдать против такого гаусса Гаусс, рельса, шафт Тогда мы возьмем такой сейчас резист Гаусс, рельса Так, у меня шафта был У меня было На двух пушек уже был резист рельса А он и гаусс Гаусс только самый противный в этом плане Поэтому резистик от него мы точно берем Вжимаемся в противника, в принципе Где видим хотя бы несколько танков Да, то есть вот здесь я мог бы уже в принципе нажиматься Поймать оппонента Но решил унижать И, наверное, это все-таки была ошибка Надо на Хантере все-таки с драйвером стараться как можно быстрее этот драйвер прожимать Не тянуть О, ой-ой-ой-ой-ой Хорошо, 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 ребяточки Ой, как вкусненько вы встали Как же вкусненько вы встали Здесь под раздачку, контентика Ой Ну вот это очень прекрасно, когда вы так играете на Хантере И когда под вас так сильно противник открывается Ну, теперь только надо стараться наносить как можно больше урона В очередной раз противник у нас выпушивает респы В очередной раз у нас по респам в катке начинается прям какая-то развалка лютая Где викинги всякие приезжают на респы Начинают накидывать супер большое количество урона Немножко мне, конечно, непривычно на большую дистанцию кидать с уранчиком Из-за того, что я особо на нем в последнее время не играл Ну а так, если привыкнуть, то я думаю, что можно стабильно огромнейшее количество урона наносить Так, ну и я в очередной раз еще и сомничтожаюсь Не знаю, что-то по упорчику урон прям проходит максимально большой Попробуем, кстати, сводку Пощупаем сводочку на уране Хочется мне еще проверить, как в сводке будет работать наш страйкер Так, и, наверное, давайте вот как раз на этом противнике мы и проверим, как работает сводка Сколько быстро у нас здесь залетает урон Ну, задержка такая неплохая, если честно, между выстрелами Но зато за сводку можно железобетонно даже резистный арес слить Да, что является, в принципе, очень и очень неплохим показателем 9 киллов у нас уже Развалка пока что от оппонентов так и происходит у нас Залетают постоянно противники на респы Но вот здесь можно опять троих поймать у себя на респе Просто у себя на респе по 3 танка ловлю Да, то есть я даже никуда не выдвигаюсь, никуда не выпушиваю Просто у себя на респе по 3 танка противника можно спокойнейшим образом ловить Так, ну и здесь сводку без ддшки даже наношу Чтобы слить еще одного противника, который выпушивает наши респы Ну и по сути здесь на одном хантере можно столько киллов выжать Столько можно выжать дополнительных киллов Забайтил меня, конечно, хантер на прожатие аптечки Опять в очередной раз я с бустера начинаю С дд, с респа Ну и если честно, я скажу, что гиперион, я думаю, что ничем не хуже При использовании даже страйкера с ураном Можно спокойно даже брать здесь и играть на гиперионе Он тоже будет показывать хорошие, отличные результаты Так, в очередной раз противник просто гоняет у нас по базе В очередной раз нас выпушивают И выпушивают, жестко выпушивают Что происходит вообще с матчмейкингом? Просто я запикиваю вторую катку подряд И тут просто развалка схождений происходит Каких-то прям лютых Когда оппоненты просто катаются под твоим респам И, ну, конечно, я могу здесь свои же киллы добивать, да Могу вытягивать катку именно с точки зрения своего заработка Но с точки зрения победы катка становится просто мертвейшей Ты никаким образом не можешь такие катки соло тянуть Когда у тебя противник гоняет по респаму Эти мейты вообще не могут даже кила сделать Да, то есть у тебя просто идет ультра-пуш А тимейты стоят как будто либо АФК Либо, в принципе, просто насасывают очень и очень плотно Так, ну ладно, мы продолжаем пытаться что-то сделать Даже на таких картах и при таких раскладах 15 киллов у нас уже есть Не сказать, что это супер-бомбовый результат Но хотя, в принципе, по времени еще у нас супер-много Поэтому можно даже сказать, что это хороший результат В принципе, пойдет Так, отлично, 1800 урона просто по харьку залетает с одного выстрела Гаус здесь с Эмми мне отрубает расходку Есть у меня овердрайв в очередной раз Который можно было бы реализовать на противника Выпикиваем Просто через стену мне чел дает Просто через стену мне дает чел урон Что это за прикол? Как это работает? Расскажите мне, пожалуйста Здесь за счет своей раскачки мы можем тоже попасть по дополнительному дамагу Можем пробовать законтрить здесь шафта Ну и остаюсь я здесь в этой полупозиции 3000 урона для ваншотика Отличный урон залетает у нас по оппоненту Еще хороший дэмэдж Так, и пробуем забрать этого васпика Поскольку здесь меня все равно переигрывает 18 киллов 15 киллов отрыва у противника Начинают наши тиммейты что-то демонстрировать на вражеской базе По крайней мере стараться что-то демонстрировать Это радует Оп Прикольно Просто сбой Просто сбой, играю, играю, играю Бам! Прикольчик, сбойчик Круто Прикольно По этому поводу тоже Видос Я бы очень сильно хотел бы записать И запишу Потому что ну Ну как можно вот просто играешь, играешь И тебе вот такая приколюха вылетает Просто вылетает какая-то ошибка И тебе надо перезагружаться Когда я мог сейчас в моменте Очень неплохо накидать урона по противнику Да, по итогу я просто вынужден Перегружаться Теряя свой Драгоценный ресурс Ну и По сути Такие моменты могут спокойно решать Исход боя Да, ладно Тут матчмейкинг А вот если У нас в турнире Такие будут моменты происходить Это же вообще ужас Просто ты играешь Турик И у тебя просто такой вот Прикольчик залетает Блин Не достал я овердрайвом Чуть не рассчитал я Дистанцию Своего хантера Хотя по идее мне казалось Что мне должно хватать Дистанции для Догонки Но чуть-чуть Мне по итогу не хватает 103 килла у нас уже у противников Ну и в принципе-то я скажу Что неплохо Это себя урон показывает Да, то есть Если так чисто подумать Да, урон-то он До сих пор Хороший дает Сплэш Есть Урончик Накидать ты можешь Ваншоты Есть Сплэш урон Вкусный Есть Но другой вопрос То, что на сегодняшний момент Времени есть супер большое количество Имбовых устройств На страйке Да, то есть Если у вас есть какие-нибудь там Фаусты Разрывные Вот эти вакуумные Дистанционки Если у вас есть Метеоры Да, то есть Просто все эти устройства Они На бумаге Уже будут сильнее Чем как раз таки Вот этот вот урон Да И если у вас есть Эта имба То уже Смысл вам использовать Устройство Которое например Летит с медленными ракетами Если у вас есть Фауст Да Который будет там Условно нагибать Прям супер жестко Ну а так Если у вас нету Никаких имбовых устройств То я скажу Что уранчик В принципе По сегодняшней мете Выглядит очень неплохо Учитывая тот факт Сколько дамага Залетает с одного выстрела С одной ракеты Да Единственный только Минус То что вам надо Привыкнуть к тому Как работает скорость Вот этих ракет Да То есть если вы Привыкнете к скорости ракет То в принципе У вас может все Очень и очень Круто получаться Так Пробуем вот так вот Поражаться Пареллу А у меня овердрайв Просто не берется Прикольно Вообще круто Если честно Мне нравится Если честно Очень нравится Прям вот такие моменты Знаете Они прям Прям очень крутые Когда ты хочешь Вытянуть катку У тебя сначала Кикает А потом еще И сверху Добавляет Орех прикола Мне то что у меня Овердрайв не берется Да Резист Залетает еще один От страйкера Это значит что Наш страйкер С ураном Работает Очень и очень Эффективно Если противник Берет еще и Дополнительные резы Поэтому Что я могу сказать Уран метовый Метовый Даже на сегодняшний Момент времени В 2024 году Это устройство Может показывать Очень крутые результаты Оно может Нагибать Оно может Терроризировать Уничтожать противника Ну конечно Не такая прям Лютейшая штука Которая была У нас раньше Но в любом случае Это то устройство Которое до сих пор Может показывать Очень и очень Хорошие результаты В рамках нашего Замечательного матчмейкинга Что касаемо данного боя То Остается у нас 10 киллов противнику Я 27 своих киллов Выбиваю С этой катки Первое место Тоже у нас есть Ну и хотелось бы Попробовать Вжать еще какой-нибудь Овердрайв Вкусный Вот через всю карту Просто через всю карту Как в старые добрые времена Залетает у нас контент Вжимаю просто в одного Чтобы чуть-чуть дольше Пожить и выпушить Еще зонку Прожимаю сразу С Вадейлу По Викинга Гаусу Потому что понимаю Что он точно будет Здесь вжиматься В наших респах Ну и сразу же Респим его Респим еще и Харька в упоре Да сплэш Супер большой И в моменте Лучше играть с резистом От страйкера Да Которого я к слову Не взял Но в моменте Его конечно лучше использовать Чтобы вы Могли не получать в упоре Настолько большое количество урона Так Ну и остается Последний килл у нас оппоненту Катка заканчивается Досрочно В пользу противника Но в любом случае 32 килла С этой качточки Мы выдаем Что является Очень и очень Хорошим результатом Поэтому Что я могу сказать Уран До сих пор Супер сильное устройство До сих пор Можно на нем нагибать Пробуйте Те ребята Которые Алды Которые любили Это устройство Берите Пробуйте И нагибайте Матчмейкинг Если вам понравился данный видеоролик То обязательно не забывайте Поддерживать его лайком Не забывайте подписываться на этот канал У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока